Так, значит, тогда мы с Харди Вайнбергом изобрались, да? И я сообщил всем свое непонимание того, что такое закон Харди Вайнберга, помимо просто определения независимости. Если у меня гометы объединяются независимо, то в зиготах аллели будут распределены независимо. Вот тебе и весь закон Харди Вайнберга. И эта независимость восстанавливается сразу, ну и в общем понятно почему. Вот. А здесь ужасная достоевщина, которая заключается в выводе вот этого вот эпохального соотношения, что коэффициент ассоциации и, значит, пользуясь варварской и новой общепоимитой терминологией коэффициент linkage equilibrium, неравновесие подцепления между локусами А и В в двух последовательных поколениях, я индекс Т, текущее поколение, опускаю. Значит, в следующем поколении неравновесие подцепления равно текущему умножить на единицу минус коэффициентной комбинации. А коэффициентной комбинации это доля рекомбинантного потомства, то есть, если два локуса не сцеплены, то доля рекомбинантного потомства вовсе не 100%, поскольку все загрустили, если два локуса не сцеплены, то у меня все четыре генотипа гомет будут встречаться с одинаковыми частотами, правильно? И, соответственно, эти не рекомбинантные, а эти рекомбинантные. То есть, если у меня два локуса не сцеплены, то доля рекомбинантного потомства у меня сколько? Половина. Вот, поэтому имеет место радикальное отличие от Харди Вейнберга. Независимость в распределении аллелей в мамкиных, папкиных внутри одного локуса останавливается сразу. А независимость в распределении аллелей в разных локусах, даже если эти локусы не сцеплены, то есть, когда диплоидная скотина производит продукты миоза, она не принимает во внимание, в каких комбинациях она получила аллели от своих родителей. Это, так сказать, хорошее понимание того, что, значит, не сцеплены. А, значит, даже в случае не сцепленности коэффициент, характеризующий отклонение от независимости распределения аллелей в разных локусах, он лишь уполовинивается, а он не обнуляется сразу. Вот такой вот радикальный контраст. И я к своему стыду преподаю эту науку, как это дольше, чем вы все вместе взятые живете на свете, и, тем не менее, не умею это объяснить. Почему это так? Я умею объяснить, почему Харди-Вайтберг это так. Ну, тут, собственно, объяснять нечего. Если они, не глядя ни на что, случайно объединились, то вот гаммета-зигота, то вот у вас и будет независимая. И умею вывести это уравнение. Это высокое искусство, которое я вас сейчас обучу. Значит, давайте я чуть-чуть попишу на доске, просто чтобы было не так страшно. Значит, что... Значит, можно делать по-всякому, но проще будут выкладки, если осматривать гаплоидов. Пускай мои организмы, как какие-нибудь мукоровые грибы или хоровые водоросли, гаплоидные. Тогда у меня есть в простейшей ситуации два диаллельных локуса, у меня есть четыре генотипа. И вот я сейчас тупо напишу уравнение на то, как они скрещиваются. Это мамки, а это папки. Да я не буду, конечно, писать все уравнения. Хитрость заключается в том, что писать все уравнения не нужно. Значит, сколько у меня может быть разных скрещиваний? Если мы реципрокные скрещивания не различаем, то есть кто мама, кто папа, не важно, то у меня может быть 10 разных скрещиваний. Правильно? Раз, два, три, четыре. Матрица 4 на 4, 16, но нижняя половина нам не интересна. 10 разных скрещиваний. Но дальше имеет место потрясающее наблюдение, которое эту жизнь облегчает. Наблюдение такое, рекомбинация влияет хоть на что-нибудь, если у меня оба локуса гетерозигутные. Правильно? Потому что... Если у меня один локус гетерозигутный, то хоть рекомбинирую, хоть не рекомбинирую, никакой разницы не будет. По-моему, это глубоко. Все вычекли эту глубокую мысль. Соответственно, из этих 10 скрещиваний рекомбинация реально работает, не в смысле молекулярных процессов, а в смысле влияния на частоты генотипов, только в двух. А именно вот в этом скрещивании и вот в этом. Представляете, на чьё-то у меня гоплоидные твари. Давайте я их напишу торжественно. Вот в этом вот. И вот в этом вот. В этих двух скрещиваниях рекомбинация работает. Значит, а теперь мы тупо пишем влияние рекомбинации в этих двух скрещиваниях на частоты генотипов. Значит, мне нужны динамические уравнения на частоты генотипов в следующем поколении. Вот они, мои частоты генотипов в следующем поколении. Значит, текущее поколение я индекс t опускаю. Значит, это частоты скрещиваний, предполагая независимость объединения, значит, слияния этих гоплоидных гомет. И это частоты, значит, миоспору или частоты гомет следующего поколения. Давайте я нарисую еще здесь. Здесь у меня происходит сингомия, здесь у меня происходит миос. Это диплоидная или, правильнее сказать, зигоидная фаза. Это гоплоидная или гомоидная. И мы рассматриваем вот этих вот тварей. Они, значит, образовали зиготы вот такие вот или такие вот соответствующими частотами, поскольку они сливались случайно. Двойка, потому что может быть одна мамка, другая папка, неважно. И теперь мы пишем частоты миоспор, то есть частоты, с которыми вот такая вот штука будет производить гоплоидные продукты миоза. Ну, мы это уже проходили. Значит, в данном случае у меня А большое, Б, Б, ну, вот это вот, значит, зиготы устраивает миоз. И с вероятностью Р пополам, значит, у меня получится и кроссоверная гометра, в данном случае А большое, Б маленькое, и А маленькое, Б большое. А в оставшихся случаях у меня получится некая соберная гометра. Ну, и, соответственно, то же самое здесь. Все утекли первые две строчки? Все утекли или не все? Тут много написано букв, но они очень простые. Кто чего-нибудь не понял? Все все поняли? Я не вижу счастья большого. Ну, хорошо? Вот. Так. Не, ну, тем не менее, ну, понятно. Вот. А теперь давайте мы напишем динамическое уравнение. Значит, частота генотипа А большое, Б большое в следующем поколении, это частота, как она есть в текущем поколении, плюс довески, которые у меня получаются за счет изменений. А изменения у меня получаются только в этих двух скрещиваниях, потому что в остальных скрещиваниях рекомбинация ни на что не влияет. Значит, вот мы и пишем эти изменения. Значит, вот смотрите, это изменение, связанное с вот скрещиванием большую-большую на маленькую-маленькую, вот оно записано вот здесь вот. Значит, как устроены эти члены? Это частота соответствующего скрещивания, вот она. А здесь вот в фигурных скобках, это какова у меня доля А больших, Б больших среди потомства, вот оно написано, минус какова была эта доля среди родителей. А среди родителей доля половины, потому что у меня скрещивание вот такое вот. Значит, опять-таки мы пишем уравнение в такой удобной форме, что мы дельту добавляем. Сколько было, плюс вот такая вот штука, но она отрицательная, конечно, будет. Вот, плюс теперь довесок, который получается за счет второго скрещивания. Значит, вот частота этого второго скрещивания, а вот частота генотипа А большое, Б большое среди потомков. Но поскольку это довесок, мы здесь должны еще написать минус 0, потому что среди родителей было 0. Но я не стал писать на минус 0, потому что мне было лень. Вот, значит, и теперь, если мы внимательно посмотрим на вот эти вот все хреновины и, значит, соответствующие скобки раскроем, то, значит, ну вот это вот остается, а вот эти вот два члена вместе взятых можно записать вот так вот. Вот, будет произведение, минус произведение вот это вот на коэффициентной комбинации плюс произведение вот это вот. А это вся хреновина вместе, это минус неравновесия по сцеплению, это не x, это умножить. Я не знаю, зачем я здесь написал умножить, но так, для ясности. Это не x, это умножить. На коэффициентной комбинации. Значит, напоминаю, что по определению вот этого коэффициентной равновесия по сцеплению, это... Это вот такое вот выражение. Вот, совершенно точно так же по аналогии для трех других моих частот в следующем поколении получаются такие же выражения, только здесь будут плюсы, а здесь снова будет минус. Вот, теперь мне, собственно, что осталось сделать? Мне осталось вычислить коэффициентное равновесие по сцеплению не для моих текущих частот, а для этих вот частот. Вот я его тупо записал. А теперь я вспоминаю, что, скажем, вот эта вот частота у меня есть текущая частота минус коэффициентное равновесие по сцеплению. И если я раскрою здесь все скобки, и вот здесь вот надо раскрыть все скобки, и еще принять во внимание, что сумма всех частот равна единице, то я получу вот эту замечательную формулу. Я всем очень рекомендую, это, так сказать, это, ну, так сказать, как это, сугубо тупая алгебра, но я всем рекомендую ее проделать, аккуратно вывести, потому что это один из ключевых результатов, заключающихся в том, что степень отклонения от независимости в распределении аллелей в разных локусах убывает асимптотически со скоростью единицы минус коэффициентной комбинации. В частности, если сцепление отсутствует, то есть коэффициентной комбинации доли рекомендантных гамметров на половине, то она убывает вдвое, обычно она убывает меньше. Если у меня коэффициентная комбинация одна тысяча, значит, она умножится на точку 999. Вот такая вот замечательная наука. Ее можно сделать для диплоидов, но там выкупки будут сложнее. Здесь, так сказать, обычно рассказывать для диплоидов, это совсем непонятно. Я никак проще не умею это делать рассказывать. И никак проще я не умею объяснить, почему здесь асимптотически убывает степень ассоциации, хотя и комбинация свободна. Вот, так сказать, вот вся история. Как что сделать проще, я опять-таки не знаю. Так, это была, так сказать, такая суровая наука, в смысле формальный результат. Ну и, соответственно, опять-таки, есть большая разница. Мы, по-моему, ее уже... А, нет, мы ее еще не описывали. Да. Значит, вот, соответственно, Харк-Дивайнберг устанавливается сразу, мы достигаем нулевого отклонения от независимости сразу же. А здесь она даже при отсутствии сцепления убывает только вдвое каждое поколение для разных локусов. Так, это, черт бы с ним. Здесь нет у меня одной... Здесь у меня нет одной ключевой картинки. Но, а, но она же была. Помните, когда мы говорили о распределении... Когда мы говорили о данных, то мы подробно обсуждали, что в реальных половых популяциях существует вполне существенная независимость в распределении аллелей между локусами, которые находятся достаточно близко к другу. Там, в популяциях человека у африканцев где-то до 50 тысяч, а у неафриканцев до 100 и до 150 тысяч, может быть. То есть, когда между локусом и расстоянием 100 тысяч, все равно еще есть какая-то независимость... Извините, какая-то зависимость в распределении аллелей в них. Если популяция больше, то независимость пропадает раньше. И там может пропасть на длинных... На расстояниях там в тысячи нуклеотидов. Но все равно, даже в половых популяциях аллели, расположенные близко к друг другу, они... Извините, аллели локусов, расположенных близко к друг другу, распределены зависимо друг от друга. Потому что независимость не устанавливается сразу же. Так, хорошо. Значит, это все, что я вам хотел рассказать про влияние рекомбинации на генетическую структуру популяции. И теперь следующий момент влияния того, как гометы между собой сливаются, образуя зиготы. Мы пока что предполагали, что они сливаются случайно. И это часто вполне хорошее предположение. Но есть, конечно, куча возможных отклонений от случайности. Но одно отклонение от случайности действует почти всегда, а именно, есть полы. Гометы делятся на экзогаммные классы, так что, так сказать, зигота может возникнуть только в результате слияния гомет из разных классов. Это не всегда так. Есть и явление гомотолия, когда любые две гометы могут образовать зиготу. Но обычно есть полы. Значит, а стандартная ситуация, когда есть два пола, гомет, значит, женский и мужской, значит, когда гометы четко различаются по размеру. Ну и считается, что полы возникли, чтобы предотвращать самоплодотворение, которое плохо, прежде всего, потому что, значит, рецессивные вредные мутации, значит, оказываются более вредными в гомозыгуте. Но на самом деле человек узнает, это, возможно, разные варианты. Но очень часто бывает, что наличие мужского и женского пола гомет нисколько не предотвращает инбридинг и даже самоплодотворение, если скотина производит гометы обоих сортов, что называется гермафредитизмом или к сексуальностям. И очень многие цветковые растения, скажем, у них там в одном цветке цичинки и пестики. Или даже, может быть, они в разных цветках, но на одном растении, как у кукурузы, есть, значит, женский початок, есть мужская метелка, но это все на одном растении. И тогда еще поверх полов могут возникать системы самонесовместимости. И куча там всяких очень красивых извращений бывает. Вот. Значит, но не будем в них вдаваться, потому что это уже более биология, чем микроэволюция. Значит, еще бывают асфактативные скрещивания, когда вероятность скрещивания зависит от генетического или фенотипического, ну, от фенотипического, естественно, но за ним может стоять генотипический расходство. Там у людей известно, что есть корреляция по росту. Высокорослые вступают в брак, преимущественность с высокорослыми, низкорослые с низкорослыми. Значит, это второй тип явлений. И третий тип явлений – это инбридинг. Инбридинг или, ну, положительный инбридинг – это преимущественность скрещивания между родственниками, а отрицательный инбридинг – соответственно, избегание скрещивания между родственниками. Может быть, и то, и другое. Во многих культурах у человека браки между двоюродными сипсами вполне частые, а близкий имбридинг, браки между полными сипсами, инцестер, он наоборот, табурирует и отсутствует. Хотя были времена, когда в каком-то, так сказать, позднем Египте, в каком-то городе откопали записи тогдашнего ЗАГСа и там 30% браков было между полными сипсами. И как-то они жили и не вымирали. Значит, полы, избирательное скрещивание, ассортативное скрещивание и имбридинг – это три типа отклонений от случайного объединения гомета. Значит, тут у нас такой диплоидный шовинизм наблюдается, потому что мы считаем, что и пол гомета определяется диплоидом и скрещивается между собой диплоид. Это, на самом деле, дикое извращение. Вот может быть сперматозоид с X-хромосомой и может быть яйцеклетка с X-хромосомой, если мы говорим о млекопитающих. Но яйцеклетка всегда будет с X-хромосомой. А за какие грехи сперматозоид с X-хромосомой? Потому что, значит, его произвел генотип XY. То есть, пол гометы определяется генотипом не самой этой гометы, а генотипом диплоида, который эту гомету сделал. Это такое извращение, связанное с тем, что гоплоидная фаза вообще очень сильно подавлена. А вот у мхов не так. Ну, это, собственно, не моха, печеночник, маршанция, но неважно. Поскольку у нее большое красивое растение возникает на гоплоидной фазе, то оно решает производить ему яйцеклетки или сперматозоиды, глядя на свой собственный гоплоидный генотип. Если там ты, а большое, ты будешь яйцеклетки производить, а маленькие сперматозоиды. Так что определение пола гометы, задаваемое генотипом предшествующего диплоида, к которому мы все так привыкли, это на самом деле ужасное извращение. Я это называю зегоидным определением пола, а вот может быть гомоидное определение пола. Замечательно. Так, значит, ну да, крайняя форма инбридинга и самоплодотворения. Очень интересно, у многих растений самоплодотворение полностью запрещено какой-нибудь системой самонесовместимости, ну или бы растение может быть раздельно полом, или как говорят ботаники двудомно. Очень замечательное свойство в зоологах и ботанах одни и те же вещи называть совершенно разными словами. Какая-нибудь козья ива есть, и тетя, и есть дядя. Соответственно, самоплодотворение быть не может. И даже если она однодомная, то есть совместно полая, значит, все равно может быть система самонесовместимости. И часто могут быть близкие родственники, какой-нибудь крестоцветный строго перекрестник, самоплодотворение предотвращается системой самонесовместимости, а его близкие родственники, какой-нибудь любедовцы, у которого наоборот самоплодотворение является нормой. И человек его разберет, почему это так. Вот. Ну и единственное, что я хочу сделать, было бы очень хорошо нам попрактиковаться в этом, но времени нету, и это не принципиально важно. Значит, для понятия, для изучения инбридинг ключевым понятием является identity-based descent, обществ происхождения, более строго говоря, обществ по происхождению. И это определяется как? Фиксируем какое-нибудь предыдущее поколение, тут, так сказать, это вещь относительная, зависит от того, какое мы выбрали поколение предков. И, значит, красим, ну, нумеруем все, значит, копии аллеля, которые в этом предыдущем поколении жили. И дальше мы говорим, что две копии аллеля, ну, вот, в сегодняшней жизни, которую мы видим, сегодня, они общие по происхождению, если не происходят от одной и той же копии. Значит, вот эти вот, если эти гометы происходят вот так вот синенькими, то они не общие по происхождению, а если они происходят по красненьким, то есть от одной и той же копии, то эти две гометы несут аллели общей по происхождению. Поэтому они, вообще говоря, могут быть разными, потому что на этом пути где-нибудь могла возникнуть мутация. Но они будут общие по происхождению. И коэффициент эндбридинга зиготы равен вероятности того, что гометы, значит, которые эти зиготы произвели, в данном локусе общей по происхождению. И дальше там можно сладостасно вычислять коэффициенты эндбридинга, там, в потомстве, вот, например, есть в браке двоюродных сипсов коэффициент эндбридинга 1,16. Вероятность, что, значит, зигота, произведенная при скрещивании двоюродных сипсов, получила от мамы и от папы общую по происхождению аллели, 1,16. Значит, можно соответствующие дословные рисовать и все это вычислять. С этим было бы полезно попрактиковаться, но большой необходимости в этом нет. Тут по эндбридинг, эндбридинг это вообще очень интересная и концептуально хитрая схема. Вот представим себе, что у меня живет популяция мух, которую я всего лишь держу двух мух, самца и самка. Значит, вот у меня там куча мух, а дальше я оставлю только самца и самку. Я их между собой скрещу, они произведут кучу потомства, а я оставлю опять только самца и самку. Эти самец и самка, которые я оставил, они кем друг другу будут приходиться? Полными сипсами. Правильно? Потом я, значит, они опять произведут кучу потомства, в следующем поколении я опять оставлю самца и самку. То есть у меня получается линия, которую в каждом поколении я произвожу скрещивание брата и сестра. Вопрос, эндбридинг у меня в этой линии происходит или нет? Если называть эндбридингом преимущественное скрещивание родственников, то нет там никого эндбридинга, потому что там всего у меня есть два организма, им больше скрещиваться несколько. Так что, строго говоря, это вот такая вот популяция, которая популяция, состоящая из двух всего лишь организмов, она не эндбридная. То есть если у меня брат с сестрой скрещивается в большой популяции, где, так сказать, можно выбрать кого-то более отдалённого родственного, то тогда, конечно, мы имеем дело с эндбридингом. А если у меня вся популяция состоит из двух организмов, то какой же эндбридинг? В общем, там много-много всяких извращений, но в нулевом приближении этого достаточно. Значит, мы тем самым разобрали, как влияет на состояние популяции половое умножение. Бесполое умножение не влияет никак на генетику, а половое умножение рандомизирует распределение аллелей в одном локусе на диплоидной фазе. Харди Вайнер восстанавливается сразу, асимптотически рандомизирует распределение аллелей в разных локусах, и это всё в предположении о случайном скрещивании. А, ну извините, конечно, значит, если у меня всё-таки имеет место настоящий эндбридинг, то есть предпочтительное скрещивание родственников, то что это, как это повлияет на генетическую структуру популяции? У меня будет избыток чего? Кричите громче. Будет избыток гомозигот. Соответственно, избегание жёсткого эндбридинга, да, и здесь, ну, мы об этом, может, чуть-чуть подробнее попозже поговорим, но уместно ещё сказать. Одно из самых универсальных, одна из самых универсальных закономерностей, которые мы практически всегда видим в данных, это так называемая эндбридная депрессия. То есть потомство от близкородственных скрещиваний более слабое. И очень грубо, конечно, это совсем-совсем грубо, но в качестве первого приближения на каждый 1% identity by descent примерно приспособленность на 1% падает. Соответственно, если ты полностью гомозиготный, то есть состоишь из гомет одинаковых, то ты вообще дохнешь. Конечно, не всегда так, но на удивление это совпадение хорошо работает. Вот. И практически во всех популяциях наблюдают эндбридную депрессию. Мы потом поговорим о том, за счет чего она возникает. Ну, ясно, что результат эндбридинга – это увеличение гомозиготности, а почему это плохо, могут быть два варианта. Так, хорошо. Значит, соответственно, эндбридинг вызывает общее увеличение гомозиготности, а избирательное скрещивание по фенотипам вызывает только увеличение гомозиготности по тем генам, которые за этот генотип отвечают. Есть избирательное скрещивание по росту человека увеличивает долю гомозигот параллелем, которые тебе дают большой рост или наоборот маленький рост. Но не более того. Так, хорошо. Значит, это был рассказ о том, как действует на популяцию третьей факторе микроэволюции, а именно половое размножение. Теперь давайте поговорим о четвертом. Факторе – это популяционная структура. Значит, я не очень люблю здесь говорить слово «фактор», но не знаю, как это сказать лучше. Потому что, ну, фактор – это что-то такое активное. А структура – это вещь, вообще говоря, пассивная. Популяция сидит тупо. Ну, вот у нее может структура быть, а у нее может структура не быть. Как-то по сравнению, там, не знаю, с мутациями, отборами, в общем, активными факторами, структура – это такой фактор пассивный. Но, как еще и назвать, вообще пускай будет фактор все равно. Четвертый фактор – структура популяции. А что такое популяционная структура? Это когда организмы, помимо своих генотипов, характеризуются еще чем-то. А чем они могут характеризоваться? Своим возрастом, то есть положением во времени и положением в пространстве. Соответственно, структуры у меня есть две. У меня может быть структура возрастная и структура пространственная. Вот. И они очень по-разному устроены. Значит, совсем, грубо говоря, возрастная структура не важна, а пространственная структура важна. Но, сейчас, значит, будем всякие делать оговорки. Значит, в какой ситуации популяции нет возрастной структуры? Что-то все заговоротили. А? А бывает? Ну, давайте хотя бы воображаемую популяцию. Ну, если они синхронизованы. То есть, надо, чтобы все сказать, возрастная структура, это когда разные твары имеют разный возраст. Соответственно, отсутствие, когда все твары имеют одинаковый возраст. То есть, если у меня в популяции дискретное непрекрывающееся поколение. Вот там. Да. Ну, наверное, как еще считать момент рождения бактерии, наверное, когда она поделилась. Я никогда не был ускорен бактерией, но мне трудно еще представить. А как еще считать? Вот. Если у меня синхронная культура бактерии, то, значит, вот, может быть ситуация, когда у них у всех один и тот же возраст, соответственно, взрослых структуры нет. В принципе, то же самое может быть и какие-нибудь однолетние растения, которые каждую весну, значит, прорастают семечко, цветут, дают семена и отмирают. Но здесь может быть хитрость, а именно банк семян. Потому что у таких однолетних растений семена очень часто могут долго сидеть в состоянии покоя. Но если, например, семена устроили так, что они обязательно на следующий год прорастают, ну, тогда будет популяция без возрастной структуры. Но вы совершенно правы, что эта ситуация такая нечастая. Вот. Ну вот, давайте посмотрим, что вообще бывает. Вот, значит, рыбидопсис, если бы у него не было покорящихся семян, то, значит, было бы, а может, ну, вся чего-нибудь у них нет. А вот этот бамбук, который 130 лет растет, потом цветет и, значит, все они помирают. Да, и эти бамбуки, вот, пожалуйста, пример, как бактерии. Там целые бамбуковые леса, они все одновременно зацветают, дают семена и все умирают. Эти семена сразу прорастают. Так что популяция этого бамбука, нет никакой возрастной структуры и всем бамбукам ровно 84 года. Вот. А вот, наоборот, случай, когда возрастная структура очень развита. Он достигает половой зарилости в два года и потом может до 20 лет или дольше жить и размножаться. Так что окунь может скрещиваться со своей прабабушкой. И, соответственно, возрастная структура очень развита. А вот это, значит, капипода, которая там живет месяц, но у нее только не семена, а покорящиеся яйца в улу могут потом лежать много-много десятилетий. А потом какая-нибудь рыбка хвостиком махнет, этот ул, значит, взмутит, и из этого яйца вылезет капипода. Так что тоже может быть очень радостью, взрослая структура. Вот. Ну, нехороший, опять я забыл. Давайте мы, вы этого не видели, это у меня, это буква ЛЫ, а это буква МЫ, хорошо? Почему я их так назвал, нестандартное значение. Значит, да. Значит, а... Виноват. Апочек. Я сейчас путься буду, да. Нехорошо. Значит, да. Значит, популяция с возрастной структурой – это норма. Вот, скажем, человек. Ну, там он может начать размножаться в 15 лет, если у него совсем уманят, и размножаться там, бог знает, до какого возраста. И вот это, значит, я пытался здесь нарисовать. Значит, это и важны здесь две функции. Значит, это функция возраста. Значит, это вероятность дожить до возраста х, а это вероятность – это сколько ты производишь потомков в возрасте х, если ты жив. И на самом деле нам важно трех произведения. Ну, в этих ваговских обозначениях. Обычно дожить – это L, а если дожил скорость размножения – это M. Значит, K – это ожидаемое количество для новорожденной особи, ожидаемое количество потомков, которые она принесет в возрасте х. Для этой цели она должна до этого возраста дожить, во-первых, а потом, значит, с какой-то скоростью размножаться. Вот. И имеет место здесь некое жульничество. Помните, мы с вами говорили об отборе. И когда мы с вами говорили об отборе, я гордо и смело писал коэффициент отбора – W. Ну, и там потом, значит, мы… В смысле, приспособленность, извините. Писал приспособленность W на каждом генотипе. Ну, потом для двух приспособленностей мы можем, значит, сделать коэффициент отбора. То есть, насколько они пропорционально отличаются друг от друга. Но приспособленность к генотипу я определял одним числом. А вот у меня какое же у меня число. У меня целая функция. У меня эффективность размножения тети определяется вовсе не одним числом, а определяется целой функцией. Может быть, там с одним генотипом ты начинаешь размножаться очень рано и быстро морешь. А с другим генотипом ты начинаешь размножаться позже, и там может быть менее эффективно, а потом размножаешься до 60 лет. И это разные функции. Как же их, так сказать, это некое жульничество превращать? Ну, давайте пока считать, что не зависит. Опять-таки, есть ли эта зависимость вся один? В смысле, сколько есть потомков у данной скотины или сколько их во всей популяции? Ну, для данной скотины это можно учесть в этой функции. Согласен, тут еще... Согласен, давайте пока считать, что не зависит. Может, у растений тоже плохо работает. Конечно, если... Согласен, может быть, еще хуже. Но даже если считать, что не зависит, все равно мы раньше трактовали приспособленность как одно число, как скаляр. А на самом деле приспособленность это функция от возраста. Вот. И историю... А то, что вы говорите, еще хуже все делает. Вот. И, значит, история, которую я хочу вам рассказать, она состоит, значит, в отчим. Есть два способа свернуть... Ну, я здесь пишу, опять-таки, все-таки вместо b умножить на f пишите k, их произведение. Значит, настолько оперативно. Довольте, я... Довольте, я... Спасибо. 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 Вот. Значит, здесь написаны два способа сворачивания вот этой вот функции k, описывающую твое умножение в течение жизни. Сворачивание в одно число. Нам невозможно будет жить, если приспособленность генотипа мы определяем целые функции. Нам подорез нужны приспособленности определять как скалер. b и d это пределы интегрирования. b это минимальный возраст, в котором скотина может умножаться, а d максимальный. И интегрирование идет по возрасту, x это возраст. Значит, верхняя формула простая, а нижняя формула правильная. Значит, что такое верхняя формула? Это просто интеграл числа потомков за всю свою жизнь. То есть, это сколько потомков ты приносишь за всю свою жизнь. И можно, так сказать, тупо принимать приспособленность как число потомков, которую скотина приносит за всю свою жизнь. Это, в общем-то, можно, но неправильно. Вот сравним двух тетей. Одна производит одну дочку в возрасте 20 лет, а другая производит одну дочку в возрасте 40 лет. Что лучше? Так, в 20. А можно представить ситуацию, что лучше, в том смысле, каких тетей станет популяция больше? А можно представить ситуацию, когда лучше приносить одну дочку в возрасте 40 лет? Если популяция сокращается, если популяция растет, то, скажем так, если каждая тетя приносит 5 дочек, то лучше своих 5 дочек принести в 20 лет. И ты будешь расти быстрее. А если каждая тетя приносит пол дочки, то лучше популяция сокращается, и лучше приносить свои пол дочки в 40 лет? Лучше в том смысле, что если у меня есть два генотипа, и носители аллеля большое приносят свои пол дочки в 20 лет, а носители аллеля маленькая приносят свои пол дочки в 40 лет, то с течением времени у меня частота аллеля маленькой популяции будет расти. Вот такое вот замечательное рассуждение, которое показывает, что просто интеграл плодовитости по всей нелегкой жизни это не есть правильное определение приспособленности в пространственно структурированной популяции. Вот, а тогда, не хочется мне тратить много времени, но 10 минут еще придется. Значит, а тогда что такое правильное определение? Правильное определение дано вот через это вот интегральное уравнение, которое называется уравнением Эйлера Лотке. Эйлер тот самый Эйлер, который среди прочих своих вещей еще и придумал математическую демографию. Я публиковал соответствующую статью в аналог Петербургской академии в 1785 году, которую, естественно, все, значит, и забыли, потому что никто не ожидал в 18 веке работы по математической демографии. А потом, в начале 20 века Лотка вывел то же самое уравнение. Но, в общем-то, Л Лотка называется. Значит, это уравнение на переменную Р. Мы должны выбрать такое Р, что вот этот вот интеграл равен единице. И если мы этот Р используем в качестве скаляра, определяющего, значит, приспособленность пространственно-структурированной популяции, то это будет окей. Так что мы должны брать не Ф из верхнего уравнения, а мы должны брать Р из уравнения Эйлер Лотке. Сейчас я это уравнение с легкостью марокканской обезьяны выведу. На, как это, физическом уровне строгости. Значит, что нам здесь важно? Значит, что такое Р с точки зрения биологической? Это так называемый intrinsic rate of increase, то есть характерная скорость роста. Характерная скорость роста популяции, значит, вот в которой имеет место эта функция умножения k, это вот что такое. Мы ждем достаточно долго, пока в популяции не установится стабильная возрастная структура. Возрастная структура, понятно, что такое, доля особей разных возрастов. Если у меня, у всех организмов, значит, имеет место одна и та же функция k от x, то, когда пройдет достаточно много времени, установится стабильная возрастная структура популяции. Будет какая-то доля там однолетних, двухлетних и так далее. Ну, я возраст, значит, реактурую как непрерывную, переменную, как дискретную, неважно, сказать, со всей этой математикой можно разобраться. Вот. И после того, как в популяции установилась стабильная возрастная структура, она будет расти с какой-то скоростью. Либо положительной, либо отрицательной, но уж не важно. И эта скорость роста, значит, логарифм этой скорости, извините, логарифм этой скорости роста обозначается через r. Вот. Значит, давайте, собственно, мне нужно написать ровно две формулы. Значит, сколько у меня всего в популяции родится организма в момент времени t? Это Эллиерский вывод. Значит, это зависит от того, сколько у меня организмов родилось в момент времени t минус x умножить на kx. Поскольку сколько у меня родилось в момент времени t минус x, это означает, сколько у меня будет мамаш-производительниц в возрасте x в момент времени t. И мы это умножаем на kx. Понятно это гениальное уравнение? Намечательно. А дальше, если у меня в популяции установилась стационарная возрастная структура, то мы можем написать так. x это просто возраст. Популяция у меня экспоненциально растет с показателем r. И, соответственно, количество рождений в момент времени, ну, если перевернуть наоборот, значит, здесь будет плюс. А поскольку мы делим так, делим так, то у меня минус. Рождений в момент времени, в прошлом, значит, несенный на этот, популяция, наверное, растет. Значит, вот такая вот картинка. Все. Теперь, если мы поделим обе части вот этого уравнения на b от t, то здесь мы получим единицу, а здесь мы получим вот эту экспоненту. Вот и все. Значит, это вывод уравнения эйлера-лодки, который определяет вот этот вот самый, значит, характерную скорость роста популяции, достигшей стационарной возрастной структуры при данном картекс. И поэтому есть, то есть, говоря биологически, честный способ сворачивания функции k от x в скалер, это определение характерной скорости роста популяции, в которой размножение описывается функцией k от x, после того, как в этой популяции устаканилась взрастная структура. А дается, значит, она вот этим вот самым уравнением. Это редко рассказывают. Это обычно рассказывают в курсах экологии и демографии. А в микрореволюции, об этом я так и рассказываю, и получается такое жульничество, что, казалось бы, приспособленность должна описываться функцией, а мы везде обращаемся с этой функцией как со скалером. Почему? Правильный ответ вот такой. Хотя вы совершенно правы, что если предполагать еще всякие ужасы, что там мамаша произвела уже 6 детей, и, соответственно, к возрасту 37 лет остращилась, и больше на их рожать не будет, то там может быть еще хуже. Но, так сказать, в первом приближении мы превращаем функцию k от x в скалер, используя вот такое вот уравнение. Вывод уравнения все в цикле? По-моему, это ужасно красиво. Это придумал дедушка Рейлер. Так. Хорошо. Это все, что я, значит, имею сказать про возрастную структуру. Обычно мы можем пренебрегать возрастной структурой, то есть моделировать реальную популяцию, в которой возрастная структура есть, думать о ней, как если бы ни в какой возрастной структуре не было, а, значит, заменяя k от x вот этими, значит, эйлерусскими характерными скоростями роста. Видимо, в этом большого греха нет. Хотя, когда мы с вами будем говорить о качественных феноменах, я думаю, что ввиду нехватки времени мы сделаем так. Сейчас я стараюсь, так сказать, вот такие самые фундаментальные результаты, ну, рассказывать, в общем, так сказать, на физическом уровне строгости, а потом, когда мы доберемся до теории, я, может быть, только прямое уравнение к ламмагорую, расскажу решение с нулевым потоком строго, потому что эта наука красивая и простая. Если вам же можно быстро писать формулу, вы все понимаете. Вот. А дальше все остальные вещи мы будем, так сказать, на качественном уровне описывать. И бывает ситуация, которая называется миграция из прошлого, migration from the past, когда популяция с возрастной структурой не может быть адекватно смоделирована никакой популяции без возрастной структуры, то есть, когда этот фокус не работает. Но для этого нужны специальные условия. В общем, так сказать, мнение экспертов заключается в том, что вот таким вот правильным образом можно приближенно наплевать на возрастную структуру популяции. Значит, это безусловно неверно для пространственной структуры популяции. Точнее, не безусловно, а условно неверно. Бывают ситуации, когда на пространственную структуру популяции наплевать можно, а бывают ситуации, когда на нее наплевать совсем никак нельзя. Давайте мы сделаем на этом месте перерыв, и потом, значит, мы разберем пространственную структуру, и тогда нам останется только последнее, самое ужасное, а именно дариф. Какие-то ученые хотели узнать, что такое эффективная численность популяции, ваше любопытство скоро будет удовлетворено. Да? А какой рискотерапии мы делаем рискат? R? Мы хотим, когда мы говорим об отборе, мы хотим сказать, что моя приспособность не функция, а моя приспособность 8,5. И 8,5 делается рискат икса решением этого уравнения. Вот и вся наука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова